Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания 1 Коринфянам святого апостола Павла на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 6 главу. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего, говорит апостол, вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Так начинает свое наставление апостол Павел в шестой главе. Увидим, что он касается очень важной темы. Не судитесь у неверных. В городе Каринфе, как, впрочем, и в Афинах, люди проводили очень долгое время в судах. Это и естественно, потому что только там, где, как сказано, Дух Господень, там свобода, там мир. И Христос говорит, даю вам мир не так, как дает этот мир. Апостол Павел говорит, что мир во зле лежит. А где дьявол, там не может быть какого-то устройства, целомудрия или склок и судебных процессов. Где дьявол, там склоки и судебные процессы. Там не может быть целомудрия, рассудительности. Веселенский мир, он был пропитан духом язычества, где принцип «своя рубашка ближе к телу». Люди судились, не только не хотели и не желали делиться с чем-то своим, но и желали отнять у другого. Даже в Евангелии мы встречаем такие строки, когда однажды Господа и Спасителя Иисуса Христу подходит один человек и говорит, «Скажи брату моему, чтобы отдал мне часть имения моего». Но даже Спаситель говорит, «А кто поставил меня судить между вами? Не должно ли вам самим рассудить и разобраться в этом житейском деле?» В Каринфе, как и в Афинах, мы помним с вами, что Каринф — это был второй город по своему достатку, город большой миграции, на перешейке между двумя морями, большая торговля. В этом городе тоже был и суд присяжных, состоящий из сорока, и другие суды из четырехсот человек и прочие. Люди все время что-то делили между собой. Это дух жажды, который в человеке не прекращается, лишь бы свое забрать и чужое, не только свое, урвать, оторвать от греховного состояния. И вот апостол Павел, зная все это, что происходит в Каринфской общине, говорит о том, что не должно вам судиться у нечестивых. Неужели вы в церкви не можете сами разобраться между собой? А этим самым, говорит он, как бы так, что и имя Христова хулится среди язычников, потому что они будут насмехаться над вашими недостатками, будут насмехаться над тем, что вы, говоря о себе, что вы христиане, несете дух любви, дух согласия, если хотите, радости, мира и счастья, а сами судитесь по мелочам и все это выставляете на показ. То есть выносите ссор, как сказали бы сегодня, из избы. Поэтому апостол Павел так и обращается, говорит, что вам лучше разобрать это все внутри церкви. И в этом смысле мы с вами действительно знаем, что есть и церковный суд. И это хорошая подсказка и к нам сегодня, в наши дни, что если у нас есть какие-то нестроения, тяжбы, недопонимания, если мы действительно христиане, лучше обратиться к священнику. Если уж какие-то действительно есть серьезные проблемы, то к епископу. И уж на самом крайнем случае есть и церковный суд. Поэтому так и пишет апостол Павел, свидетель Анатолуста по этому поводу, также говорит, что некоторые говорят, что здесь он имеет в виду священников, но нет, он и говорил, да, где говорится, что и будут судить падших ангелов, что он говорил и о демонах, что будете судить и ангелов. И Феодорит Кирский также пишет ангелами, апостол называет демонов, потому что в древности они были ангелами. То есть это вопрос, который тоже здесь, на который нужно обратить внимание, сказано о том, что вы будете судить и ангелов, каких тех отпавших, которые отпали в начале человеческой истории, до еще начала человеческой истории от Бога. Блажен Августин пишет по этому поводу следующая цитата. Итак, апостол желал, чтобы такие дела судили мудрые, верные и святые судьи, зарекомендовавшие себя в разных местах, а не люди, которые только проповедуют Евангелие, перемещались с одного места в другое. Если же не было мудрых судей, то следовало, как того хотел апостол, назначать их даже из ничего не значащих, так, чтобы дела христиан не выносились на широкую публику. Видим, что блаженный Августин говорит о том, чтобы это были люди, которые были известны. Не просто проповедник пришел, который не знает ситуации и дает какие-то советы, не знает этих людей, не знает все тяжбы, может быть, какие-то нестроения, которые между ним есть, а тот человек, который хорошо все знает. Тоже хорошая подсказка, что нам необходимо обращаться со своими какими-то проблемами, какие бы они ни были, к тем священникам, к тем духовникам, которых мы знаем давно и которые знают нас, для того, чтобы лучше разрешить ту проблему, которая есть. Мы видим, что апостол здесь говорит, «К стыду вашему говорю, то, что у вас есть такие истории, то, что вы выносите все эти судебные тяжбы на показ». И вот интересно, он тут в восьмом стихе говорит, «Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев». И говорит далее, что лучше вам оставаться обиженными, нежели делать так. И далее, в девятом стихе апостол Павел предупреждает, «Здесь два преступления, или скорее даже три и четыре. Первое, то, что не умею сносить обиду. Второе, сами обижают. Третье, позволяют судить о себе неправедным. Четвертое, что поступают так с братом своим». И далее, в девятом стихе апостол Павел предупреждает, «Или не знаете, что неправедное царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолслужители, ни прелюбодеи, ни малайки, ни молжеложники, ни воры, ни лихаимства, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует». То есть, апостол Павел как бы переходит, кажется, на другую тему, но на самом деле он ее продолжает. Он как бы-то говорит так, что все суды и споры, которые есть у вас, это, в общем-то, результат всех перечисленных грехов, которые у вас уже как страсти. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолслужители, ни прелюбодеи, ни малайки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует. И далее, как бы, ободряет их и говорит, «Таким и были некоторые из вас, но омылись, осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». По этому поводу пишет Амбросим Диаланский. Цитата короткая, но значительная. «Сказанным Павел указывает им на то, что не по неведению грешат, и оттого сильнее будет для них наказание». Конец цитаты. То есть апостол Павел говорит, что они это все знают, коли выносят все эти дела на суд у неверных. Далее святелин Златоуст дает разъяснение на эти тексты. Цитата. «Не к тому это припомнил Павел, как если бы не знали те, у кого он провел полтора года, получая их Божественную Евангелию, но напомнил, чтобы пробудить в них почитание закона и стремление войти в Царствие Божие». Конец цитаты. И далее апостол в 12 стихе призывает, «Все мне позволительно, говорит, но не все полезно. Ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, а чрева для пищи». Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас, силу и Свою. Разве не знаете, что тела ваши в суть члены Христовы? Итак, отниму ли членов Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что с выуклипляющейся с блудницей, становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник решит против собственного тела. Не знаете ли вы, что тела ваши суть храм, живущий у вас с того духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены, дорогой с ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которая суть Божия. Мы видим, что апостол Павел говорит здесь о блуде, что бегайте блуда. То есть это такой грех, от которого надо убегать. Почему? Потому что блудный помысел, он возникает в человеческой душе, в человеческом уме, в сердце очень быстро. И он быстро способен распалять и разжигать человеческую душу. И человек, распаленный внутренним этим состоянием блуда, может совершить и уже сам поступок, или сам грех блуда. Поэтому апостол и говорит, что бегайте блуда. Что значит это так? Что значит бегать? В прямом смысле, что если у человека есть эта страсть, как пишут, и вот алфавитный патерик, можно почитать, многие отцы, подвижники, если хотите лучшие психоаналитики, они говорят так, что как только этот грех блуда проскользнул в твои мысли, если имеешь опыт молитвы, а не имеешь обретая его, то молись, чтобы его извергнуть из себя при помощи Божьей, призывать благодать Божию к этому деланию. но и при этом сразу уходить с этого места, которое и где есть это состояние вожделения. Отцы церкви даже советовали человеку не приближаться к тем местам, покаявшимся, где были грехи, ранее им соделанные, особенно грех блуда. Поэтому так и говорит, бегайте, то есть убегайте от этого места, убегайте от блуда. Бегайте, говорит, блуда, всякий грех, который делает человек, есть не тело, а блудник грешит против собственного тела. И далее, ну и тут множество есть истолкований против собственного тела, потому что известно, что с грехом блуда и при любодеянии, когда человек ведет безразборную такую половую жизнь, только влечется своими страстями, то известны целые букет заболеваний, которые он приобретает против своего тела. И апостол напоминает, что тела наша суть храм Святого Духа, живущего в нас. И как говорит один из подвижников, преподобный Арсений, что но в этом храме душа должна быть священником этого храма. Поэтому апостол здесь и призывает и говорит, и напоминает о том, что вы куплены дорогою ценой. очень важно это было напомнить именно Коринфянам, потому что город, как я уже сказал, большой миграции, где сложно было пройти, как Содом и Гомора, помните, в священном писании Ветхого Завета, человек по улицам не мог спокойно пройти, чтобы не было какого-либо соблазна. Точно нечто подобное было и в Коринфе. Апостол Павел это послание к Коринфянам писал из Рима. Рим тоже в то время был достаточно развращен. Грех мужеложества на самом деле пронизвал Грецию как раковая опухоль, а из Греции захватил и Рим. 14 из первых 15 римских императоров предавались этому пороку мужеложеству. Когда Павел писал это послание в Риме правил тогда Нерон. И вот есть историческая справка, который взял себе мальчика по имени Спор, кастрировал его, потом он женился на нем с соблюдением всех брачных церемоний, привез его в свадебные процессии в свой дворец и жил с ним как с женой. В своей безудержной порочности Нерон вышел замуж за другого мужчины по имени Пифагор и называл его своим мужем. Когда император Нерон был устранен, на престол зашел Атон. Он первым делом взял спора в свое владение как свою жену. Такой разврат процветал тогда таким нехорошо пахнущим мягко говоря букетом как в Риме так и в Греции. Поэтому когда люди говорят о том до чего сегодня дошел мир какие нравы там и мужеложество и разные другие грехи связанные с этим сексуальными развращениями то не надо думать что это именно сейчас а тогда этого не было. С переменом правления люди в общем-то не меняются и грех он всегда остается грехом он просто скажем так принимает разные формы разные названия стараются как-то скрыться под благовидным видом или под благовидным словом но как тогда грешили в те времена такие страшные грехи как мы видим в правящем императором Рима Нероном известный своей не только извращенностью но и своей жестокостью когда известно что он из города сжог обвинил в этом христиан известно что он устраивал у себя такие вечеринки где делал для своих гостей когда он проводил их по аллее своего сада то из привязанных тел мучеников христиан которых он обливал горячей смолой поджигал их и они служили как бы фонарями ему все это доставляло удовольствие он он мнил себя великим поэтом и композитором и ему не хватало вот этого адреналина и он занимался подобными всякими извращениями но известно участь таких людей как сказано не обманывайтесь братья бог поругаем не бывает он как знаем заболел страшной болезнью был изъеден червями и чрево его расползлось на части то есть он изгнил заживо поэтому апостол так и предупреждает коринфскую церковь в которой действительно все эти соблазны были он напоминает им 20 стихе как впрочем и нашему развращенному миру как впрочем не миру лучше сказать а нам православным христианам что вы куплены дорогою ценую посему прославляйте бога и в телах ваших и в душах ваших которые суть божьи придавайте божьи божьи дурок Продолжение следует...